Всем привет! Сегодня я покажу, что можно сделать из обыкновенного пульта. Пульт может быть абсолютно любым. От телевизора, от DVD, от TV-приставки и так далее. Кроме пульта, нам потребуется горстка радиодеталей. Устанавливаю радиодетали и соединяю их по схеме, показанной на рисунке. После монтажных работ потребуется зубная щетка, желательно не своя. Можно использовать щетку жены, например. И понадобится так называемый бензин-калоша. Тщательным образом очищаю места пайки. Для питания устройства я буду использовать трансформатор. Разумеется, можно использовать импульсные источники постоянного тока. Например, это может быть зарядка от мобильного телефона. Но, поскольку речь идет о цифровой электронике, следовательно, лучше всего использовать с низким уровнем помех. В верхней крышке корпуса сверлю два отверстия диаметром 9,5 мм. В отверстие устанавливаю розетку и припаиваю к ней проводники от реле и от разъема 220 вольт разъема общего питания. В верхней крышке пропиливаю также небольшой паз продолжительностью около 10 мм и шириной 5 мм. В пазу фиксирую фотоприемник с помощью клея. Все элементы конструкции фиксирую внутри корпуса с помощью двустороннего скотча. Устройство не будет подвержено каким-либо вибрациям, поэтому такого крепления будет вполне достаточно. Включаю в розетку электрический прибор. Он может быть абсолютно любым. И с помощью любого пульта дистанционного управления можно включить ту или иную нагрузку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сфера применения данного устройства может быть самой разнообразной. Например, можно с его помощью включать свет в гараже. Подъехали вы ночью на бричке к гаражу. И для того, чтобы не искать в потемках выключатель, допустим, достаточно просто включить свет пультом дистанционного управления. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч. Пока. Продолжение следует.